Я думаю, что в скором времени здесь все быстро очень раскупят. Комплекс малоэтажный. Такую застройку сейчас редко встретишь в Измерии или в других крупных городах Турции. Цены в Измерии на квартиры определяются в зависимости от нескольких факторов. Есть микрорайоны, в которых, например, в Барнове я бы точно не стала жить. Доброго всем времени суток. Мы наконец-то вернулись в Измерии, и я могу немножко отсюда вам поснимать видео. У меня сегодня, как всегда, активный рабочий день, и мы поедем смотреть новый проект. Очень, кстати, крутой проект в Измерии. Крутой жилой комплекс. Так что я вас зову с собой. Поедем мы на противоположную сторону. Газиэмир – это противоположная сторона от Каршияки, в которой я живу. Но если в Каршияке в основном старая застройка, то в Газиэмире больше новых зданий. Первое, что удивило, когда мы зашли на территорию комплекса, это то, что комплекс малоэтажный. Такую застройку сейчас редко встретишь в Измерии или в других крупных городах Турции. На территории комплекса два трехэтажных блока, и все квартиры здесь с планировкой 3 плюс 1. Это три спальни, гостиная и отдельная кухня. Итак, зайдем в квартиру площадью 130 квадратных метров. Прихожая довольно большая и просторная, со встроенными шкафчиками. Далее проходим в гостиную. Как мы видим, на полу в комнатах ламинат, а в прихожей и в кухне – плитка. Гостиная или, как ее в Турции называют, салон, очень просторная. И отсюда мы попадаем в кухню. Вся встроенная мебель и бытовая техника уже входят в стоимость апартаментов. Как вы сами видите, все кухонные шкафчики в модных нынче теплых мягких серых тонах. Дальше перемещаемся в первую ванную комнату. Здесь, как вы видите, душевая кабина, вся сантехника высокого качества. Сантехника и встроенные шкафчики также входят в стоимость апартаментов. Следующую посмотрим хозяйскую спальню. Она также очень просторная, с собственным выходом на балкон и собственной ванной комнатой. Как вы видите, здесь также есть и душевая кабина, и туалет. И также здесь есть еще две спальные комнаты. Квартира очень просторная и идеально подойдет для большой семьи. В этих спальных своего балкона нет, но есть небольшой французский балкончик. Хочу также обратить внимание, что встроенные шкафы-купе в прихожей также входят в стоимость апартаментов. Ну и сейчас посмотрим другую квартиру с выходом в сад. Она без мебели. Предыдущая квартира была шоу-рум. Видите, вот здесь есть собственный выход на небольшой садик, где летом, например, можно поставить шезлонги или стол и отдыхать с видом на бассейны, на фонтаны. Вот, собственно, как выглядит квартира без мебели. Вы видите, насколько большие здесь комнаты. Шкафчики здесь уже установлены. Ну, осталось только поставить мебель и можно заезжать. Стоимость квартир в этом комплексе начинается от 310 тысяч долларов. Сразу отмечу, этот комплекс не из дешевых. О том, сколько нужно денег для того, чтобы купить квартиру в измере, мы поговорим с вами чуть позже. Ну, а пока посмотрим территорию. На территории комплекса находится детская площадка, взрослый и детский бассейны и тренажерный зал. А еще я хочу сказать, что только наша компания будет продавать квартиры в этом комплексе. У нас договоренность с застройщиком. И, конечно же, стоит отметить, что компания, с которой я сотрудничаю, это самая крупная риэлторская компания в измере. Стоит сказать также, что комплекс только построен, а здесь уже продано 9 квартир. Застройщик не продавал на этапе строительства. Это показывает то, что застройщик очень сильный и им не нужны вложения именно на этапе строительства. И сейчас на продажу здесь есть всего лишь 25 квартир из 34. Я думаю, что в скором времени здесь все быстро очень раскупят. Вчера у меня во время съемки сел микрофон, и я не успела дозаписать вам конец видео. Собственно, рассказать про цены на квартиры в измере. Вот, сейчас где-нибудь здесь на набережной приземлюсь и расскажу вам вообще, сколько нужно денег, чтобы купить квартиру в измере. У нас сейчас просто чудесная погода, и поэтому все либо у моря, либо в кафешках. Ага, вот надо найти сейчас свободное место. Чтобы спокойно с вами пообщаться. Ну что ж, нашла местечко, приземлилась и буду вещать вам с видом на море. Можно было бы, конечно, записать видео в офисе, но мне кажется, вот такой пейзаж гораздо привлекательнее, чем офисные стены. Итак, давайте разбираться о том, сколько нужно денег для того, чтобы купить квартиру в измере. У меня об этом часто спрашивают и спрашивают о том, какой нужен минимальный бюджет. Я всегда говорю, для того, чтобы купить квартиру в измере, нужно минимально 100 тысяч долларов на сегодняшний момент. Это порядка 200 тысяч, пардон, 2 миллионов лир. Цены в измере на квартиры определяются в зависимости от нескольких факторов. Это расположение, это районы, хорошие и не очень. Это новое жилье или старое, располагается оно в жилом комплексе или нет. От того, в каком состоянии, соответственно, находится квартира. Итак, я считаю, что самые удобные и самые лучшие для проживания районы для иностранцев это Каршияка, Барнова. Не вся Каршияка, не вся. Есть микрорайоны, в которых, например, в Барнове я бы точно не стала жить. Это Болчова, это в центральной части, например, это Геостепе, Инжералты. Вот в этих районах достаточно неплохо жить. И чтобы купить квартиру в этих районах, не в каком-то там разваливающемся доме, нужно иметь как минимум 100 тысяч долларов. В принципе, за эту цену в Чили можно купить достаточно неплохую квартиру. Вот у нас была недавно сделка, продали квартиру 2 плюс 1, дом, которому 7 лет. Очень хорошая 2 плюс 1, то есть квартира с двумя спальнями. Вы видели, в районе Гази и Мир достаточно дорогой объект. За 6 миллионов квартиры 3 плюс 1, потому что это новый комплекс, новый жилой комплекс с бассейном. Достаточно в хорошей локации Гази и Мир. Там находится рядом выставочный центр, там находится рядом и аэропорт. Там сейчас очень быстро застраиваются микрорайоны, поэтому этот район считается престижным для вложений. Поэтому квартиры там достаточно дорогие. Если покупать, например, квартиру не в жилом комплексе, а в обычном доме, то 3 плюс 1, это квартиру с двумя спальнями, например, можно купить за 3 миллиона в старом доме, за 4 миллиона в доме поновее, до 10 лет, например, до 15 лет. И, конечно же, все будет зависеть от внутренней отделки. И тоже была у нас недавно сделка, когда ребят купили квартиру 3 плюс 1 с тремя спальнями с полным вообще ремонтом, вот с полным проведенным ремонтом, но в таком не новом доме на Бостон-Лы, рядом с морем. Видите, на самом деле разброс цен очень разный. Причем я скажу, что не всегда купить 1 плюс 1 будет дешевле, чем купить 3 плюс 1, что самое интересное, да, квартиру с одной спальней. Потому что квартира с одной спальней 1 плюс 1, это в основном новые дома и очень часто жилые комплексы. Соответственно, в жилых комплексах будет стоить дороже. Например, квартира с одной спальней в ЖК, с бассейнами, со спортивными залами и так далее начинается от 3,5-4 миллионов лир. И уже уходят вверх ценники. Например, в одном из проектов, строящихся сейчас на этапе стройки, в районе 250 тысяч долларов, стоят квартиры, умножаем на 2, 250 на 2, это 5 миллионов лир, стоят квартиры 1 плюс 1 с одной спальней. Это еще этап строительства. Вот, поэтому если вы хотите квартиру именно в современном ЖК, в новом ЖК, то нужно рассчитывать на 200 тысяч долларов как минимум. На 200 тысяч долларов, это на где-то в районе 3-4 миллионов сейчас будет стоить вот такая квартира. Есть отдаленные районы и не очень благополучные районы, такие как верхняя часть Байраклы. Я бы не стала там жить. И людям, которые тем более не знают языка, которые только переехали, может быть некомфортно. Я даже, когда у меня просят, находят там на Сахибиндене варианты и просят показать такие квартиры, я говорю, ребят, вот если вы хотите там покупать квартиру, там дешевле, да, там дешево, пожалуйста, занимайтесь этим сами, я этим не буду заниматься, потому что я понимаю, что в дальнейшем вы можете там столкнуться с проблемами, вам будет там некомфортно, и, естественно, все вопросы потом будут на мне. А я не хочу такими вещами заниматься. Я стараюсь заниматься продажей квартиры только в нормальных районах из мира. Вот, сейчас, например, тоже очень интересный момент. Одна из известных строительных компаний строит суперсовременный жилой комплекс и строит его рядом с Кадифе-Кале. А Кадифе-Кале это место, где вот под ним, да, под крепостью Кале, это крепость, под ним трущобы, и там живут далеко не самые благополучные слои населения. Туда у меня даже муж, например, не поедет, не то, что жить там иностранцев. То есть, вот представьте себе, вы приедете туда и будете жить за забором. Если у вас не будет машина, вы не сможете выйти никуда погулять по району. Вот вам это надо. Я бы, например, даже не поехала туда, купившись на престижный комплекс, потому что это не очень хорошо. И тем более, у меня была однажды история. Я, возможно, вам ее когда-то расскажу. Я ее рассказывала в своем инстаграме, у меня есть рилс о покупке квартиры в цыганском районе Анталии. Если вам интересно, запишу отдельно про это видео. Это вот как я однажды так попала. Вот, собственно, то, о чем хотела сказать. Минимум 100 тысяч долларов, ну и выше уже соответственно. Что вам еще интересно узнать про недвижимость в Измире? Напишите мне. По недвижимости, по покупке недвижимости, по собственности сейчас спокойно дают вид на жительство. Также можно оформить гражданство. Гражданство за инвестициях при покупке на 400 тысяч долларов. Поэтому и Измир. 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 Ах, да, вот еще я о чем хотела сказать. На самом деле, цена образования в Измире зависит не от иностранцев, оно зависит от турок. Измир только сейчас начинает потихоньку становиться популярным у наших русскоязычных соотечественников. И многие думают, что если вот, например, сейчас спрос у иностранцев упадет, цены упадут на недвижимость в Измире. Такого не будет, это 100%. Цены на недвижимость в Измире только растут. Растут, растут и растут. Потому что для турок это всегда был престижный город. Многие здесь очень хотят жить. И здесь действительно жить очень удобно и комфортно. И процент покупки квартир иностранцами здесь вот такой по сравнению с таким процентом покупки квартир местными жителями турецкими и европейцами. Вот, спрашивайте что-то в комментариях. Будем снимать отдельное видео. Буду подробнее рассказывать о недвижимости в Измире. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok